Если девушка сплёвывает, это значит она не уважает парня? Всё у меня закрыто, никаких вырезов, никакой попы. Правда, что секс более значим для девушки, чем мне? Они не умеют. Ну, ко мне, по крайней мере, никогда не подкатывали. Почему нельзя рассказывать нынешним про своих бывших? Паспорт забрали, родители заставили, все заставили. А вообще, мне нет, хорошо или плохо? Мужики, самое главное, основной канал был удалён, в описании есть телега, телегу не забанят, контент спорный. Залетите в телегу прямо сейчас, подпишитесь на телегу, там титьки и много чего интересного. И я туда ссылочки со всех каналов скидываю. Жду вас в телеге, приятного просмотра. Серёж, снимай. Серёж, сними. Серёж, сними интервью. Привет. Привет. Как тебя зовут? Настя. О, приятно очень. А правда, что на Настях нельзя жениться? Наоборот. Наоборот? Кажется. А, это из песни, знаешь, есть такая там, Настя, подари мне счастье, не очень хорошая песня. Ну нет, это глупость, первый раз слышу, наоборот. Правда, что женское нет означает да, но позже? Да, это правда. То есть да и нет, это совсем по-разному. А как вот распознать, где прям да, это позже, а если, вот, где нет, это позже, а где нет, это нет прям? По интонации. По интонации? Если там нет, это резко, грубо, то это действительно нет. Ты часто говоришь, нет парням? Да. Да. Часто очень. Да, кольцовано, да? Да. Какой у тебя парень? Милый, добрый, хороший, правда. О, что это такое? А пошлых парней любишь? Да не идеально. А пошлых парней любишь? Нет. Хулиганов? Нет. Как нет? Скучно, да? Нет, когда была молодая, молодая, то да, любила, а сейчас с возрастом. Это проходит. Проходит, да. Если девушки хотят, чтобы их любили, то зачем они одеваются так, чтобы их хотели? До сих пор не понимаю. Вот честно, я с тобой согласна. Ты так не одеваешься? Нет, если ты видишь. Ну, как бы открыто, красиво пытаюсь выглядеть. Ребят, напишите, уже захотели или еще не захотели? Все у меня закрыто, никаких вырезов, никакой попы, вот это метро, знаешь, когда полпопы видно. Почему, если мужчина скажет девушке, что сколько грудей не видел, твои самые лучшие? А вот если девушка то же самое скажет про достоинства мужчины, то это будет не комплимент? Ну, во-первых, мужчина врет, явно, чем больше, тем лучше, а женщине все равно. Наверное. И, конечно, такое лучше не говорить, значит, она не очень хорошая девушка. Почему нельзя рассказывать нынешним про своих бывших? Чтобы не сравнивать, ну да. То есть у девушки должно быть, может быть, два парня максимум за всю жизнь, а у мужчины может быть 22, это нормально. А это правда, что если девушка говорит два парня, можно смело умножать на три или на пять? Да, да. А если парень говорит 20, то умножить делить на пять? Да, вот я с тобой согласна. У тебя сколько парней было? Два. Два, да. То есть ты каждому говоришь, что у меня второй? Ну, все, вот два, вот муж. Не, муж вообще первый, подожди, я не так ответила. Один муж, я его сразу встретила и все. Ну да, ну да. Что обычно парни предлагают при знакомстве? Мы друг другу вообще не понравились. То есть это было... Ты его бесила? Он был такой, знаешь, нагеленный, очень, вот такая прическа, как у тебя, то есть такой весь сладенький. А мне такие не нравились, не нравились. Лысые, брутальные, такие накаченные. Кстати, он такой сейчас стал, лысый, накаченный, с бородой, а был вообще прицел по мощности. А, ты его изменила? Ну, как-то сами. Ты его жестко пилила все время, давай. Не, просто попробуй так, попробуйся, коврися на лысо. А потом ночью его побрила на лысо, и все. Это, кстати, удобно. Попробуй. Укладываться не надо. С какими предложениями обычно подходят знакомиться парни? Эй, красотка, как дела? Ну, как-то очень глупо. Серьезно? Они не имеют. Ну, ко мне, по крайней мере, никогда не подкатывали так, ну, как-то красиво, чтобы ехать. А что бы ты хотела, чтобы тебе вот при знакомстве предлагали? Очень так свободно, там, привет, ну, как дела? То есть, без какой-то навязчивости, ни в коем случае не дотрагивались. То есть, это сразу. Главное начало. Да. Как относишься к парням без высшего образования? Неважно. Неважно? Да. Главное, чтобы умненький был. Нет. А что главное? Что главное? Ну, смышленый, да, чтобы имел цель в жизни и, естественно, зарабатывал деньги, имел зарабатывать деньги, а высшего образования нет. Зритель пишет, сплевывать, если девушка сплевывает, это значит, она не уважает парня? Вот что у нее в голове в этот момент? Если вкусно, пожалуйста, если невкусно, почему нет? Ну, зачем я даже так? Почему? Все, ответила. Вкусно, невкусно? А, то есть, просто физически. Да, иначе невкусно было. А парни, как думаешь, они вообще без разницы? Скажут, что без разницы. Если ты умеешь делать. Да. Ну, конечно, им было приятно, было, что за девушка. Понятно. Правда, что секс более значим для девушки, чем миньет? Для меня это есть и это секс, и это секс. И не важно, что там. А вообще миньет хорошо или плохо? Шикарно. Шикарно, если уметь делать. Да, не умеет, научится, неважно. Истории такие. Правда, что миньетом можно сохранить? Горловой миньет спасет любое отношение. Ну да, да, возможно. Психологи говорили. Да, это вообще секс важен, поэтому... Ладно, парни, поставьте плюс в комментариях, если вам понравилась девушка. Пишите ваши вопросы для следующих выпусков. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции. Ну, ставьте лайк, дизлайк, если видео понравилось, не понравилось, это справедливо. Вот, и в инстаграме, в инстаграм переходите, я сейчас инстаграмом занимаюсь, прям поднимаю его с колен инстаграм. Там и девушку можете в инстаграме найти у меня. Она будет отмечена на фотке. Ссылка в описании на инстаграм. А тебе вот серьезный вопрос. Давай. Как соблазнить парня с помощью ножа, соломенной шляпы и красивой улыбки? Быть во всем этом, ну, голой. Я не знаю. С чем вообще занимаешься по жизни? А, фитнес-тренер. Как тебе вообще угораздило выйти замуж? Я не хотела. Шучу, шучу. Тебя заставили? Тебя заставили? Нет, это случайно вышло. Я, кстати, очень такая... Я не стремилась выйти замуж. Паспорт отобрали? Паспорт отобрали. Родители заставили, все заставили. Муж заставил. Тебя бьют? Нет, но я сейчас довольна очень. Счастлива. Счастлива? Да. Он тебя бьет, но ты сейчас давай все равно. Кто кого бьет? Что хочешь пожелать зрителям, парням? Не бойтесь знакомиться с девушками и подкатывайте ненавязчиво так. Не давите на девушек. Очень нужно мягко так. По-дружески. Продолжение следует...